В Украине расширили программу доступней лики. Какие препараты теперь можно получить? С 1 октября этого года в Украине расширили программу доступней лики, согласно которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом АйАйтипа могут получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. Какие препараты стали доступнее и как их получить, читайте в нашем материале ниже. Что изменилось в доступных ликах? Как рассказал в Facebook известный врач, медицинский директор областной специализированной больницы Глухова Евгений Скрипник, в соответствии с приказом Минздрава номер 2077, доступней лики с 1 октября пополнились в частности психоневрологическими препаратами. Перечень препаратов психоневрологической группы. Амитриптилин, вальпроевая кислота, голоперидол, горбомозепин, клозапин, ламатриджин, респиридон, флуоксетин. Полный список доступен по ссылке на сайте Министерства здравоохранения Украины. Рецепты выписываются только электронные. Каждый пациент должен иметь с собой телефон, на который заключали декларацию с семейным врачом. Напомнил врач. Добавим, что рецепт на вышеперечисленные психоневрологические препараты может выписать только психиатр или невролог. Как получить бесплатные лекарства. Для получения препаратов по программе доступней лики нужно придерживаться пошаговой инструкции. Обратитесь к врачу, терапевту, педиатру или семейному врачу, с которым заключена декларация и получите электронный рецепт. Посетите аптеку с пометкой Тут и доступней лики. Получите лекарство безвозмездно или с частичной доплатой по Е-рецепту. Стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство. В программе участвуют только монопрепараты, содержат только одно действующее вещество. Заметим, что в реестре доступних ликив почти половина препаратов иностранного производства, 119 торговых наименований лекарств. 23 из 70, полностью бесплатных препаратов иностранного производства. Ранее мы писали, какое популярное жаропонижающее может разрушить вашу печень. Также недавно доктор Комаровский разнес десятки аптечных средств, на которые не стоит тратить деньги.